ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Заниматься, уметь подтягивать, подтягиваться, ну а в общем, заниматься этим спортом можно всю жизнь. Этими видами спорта можно заниматься с четырех лет, главное иметь желание. Но если один раз попробовать, говорят молодые люди, то бросить уже невозможно. Получить азы по этим видам спорта пробуют и участники смен. Ребят разделили на три группы, поэтому каждый желающий сможет преодолеть невидимое препятствие, как паркурщики, сделать солнышко на турнике и даже попробовать жонглировать гирей. Для начала мы вытягиваем гирю с ровной спиной, да, обязательно, самый важный момент, так как мы должны уберечь свое здоровье, мы не нагибаемся, мы не работаем спиной, спина чуть-чуть прогнута и садимся только ногами работать, вверх-вниз, раскачиваем. Видите, как бы я не делаю вот так вот, это чревато последствиями, поэтому вот с ровной спиной вытягиваешь перед собой. Для начала учится раскручивать гирю так, чтобы она не упала, а это не очень просто, как кажется на первый взгляд, а после закрутить ее и поймать в свободном полете. Огни, да, и смелее закрутил. Никогда не пробовал, просто видел, как это прикольно, круто там все, подкручивается, выкидывается, я подумал, что это очень сложно, ну, мне как бы нравятся сложности в этом роде, вот, ну, решил попробовать, почему бы нет. Сделать солнышко и гробик можно на турнике, а опытный тренер в индивидуальном порядке объясняет и помогает каждому участнику. Камера скачивается. Прессом вообще не трожь пресс, не сгинай его, не сгинайся. Просто руками, туда-сюда. О, браво. Почти боковое сделал. Пробуют не только мальчишки, но и девчонки. Несмотря на высоту и чувство страха, Анастасия Штоколова из поселка Углегорск Ростовской области наряду с мальчишками осваивает турник. Хочешь, что я тебя буду за руку держать? За две. Давай за две. Раз, два, три. У нас во дворе есть, ну, как бы труба, и мы все вместе, всем двором, ну, начали заниматься акробатикой, нам мальчик показал, вот. Вот. И по очереди так начали. Потом, ну, я увидела, как они делают, и решила сама. До этого я просто делала всякие движения. На поле спортивного стадиона Федерального детского центра смена Евгений Бакурский и Виктор Кирчев рассказывают о том, как стали заниматься паркуром и с чего надо начинать новичкам. Состояние свободы, когда ты можешь двигаться, очень классно. Да, ты по улице идешь, он какой-то, не может вот такой вот забор переползти, ты такой, слышишь, ха, чик, через него. Просто, просто основная масса, как бы людей двигаться линейно, то есть они вот идут по маршруту, те же бордюры, ну, мы двигаемся, как нам нравится. Базовые упражнения в этом виде спорта – это переднее, заднее и рабское. Научиться этим упражнениям можно за месяц, если усиленно тренироваться. Евгений и Виктор этим видом спорта увлекаются уже семь лет, и двухметровая преграда для них не помеха. Диана Гудашова из поселка Давыдовка, Воронежской области, с пяти лет занималась спортивной аэробикой. Была кандидатом в мастера спорта. Сейчас с удовольствием осваивает уличные виды спорта. Делала колесо, рандат, хочу научиться делать маховое. Очень нравится, когда делают бланш, сальто, переворачиваются. Иван Трощенко из села Паньково Орловской области с самого детства занимается хоккеем. Мечтает попасть в молодежную лигу. Также турник и брусья – его постоянные друзья. Мастер-класс вообще очень крутый. Я это знал раньше, но вживую очень мало этого видел. Сегодня испытал ощущения и решил попробовать. Больше паркур понравился. Сменовцы получили огромное удовольствие от сегодняшнего мастер-класса. Многие будут осваивать уличные виды спорта в своих регионах.